Анджи Дуда собирает танки у всех друзей. Украина готовится освобождать Крым, пока россияне пытаются создать для нее временное правительство. Обо всем этом расскажу в эфире самые важные и интересные новости. Танки главная тема всех международных встреч. Мы собираем эту коалицию, это сообщество стран, которое, я надеюсь, передаст Украине танки Леопард. Секретные документы Байдена, перерастет ли история в скандал. Я думаю, мы хотим собрать больше данных, больше информации. Права человека в России отменяются? Спасибо, что вы с нами, смотрите нас, подписывайтесь, можно еще оставить лайки, не оставлять комментарии. Тогда мы будем знать ваше мнение обо всем, что происходит. И тогда это видео будут видеть больше людей. Спасибо за доверие. Начнем. Международная коалиция должна передать Украине танки. Польша продолжает работу над созданием этой коалиции, как минимум потому, что российская угроза у них под боком. Мы собираем эту коалицию, это сообщество стран, которое, я надеюсь, передаст Украине танки Леопард. Здесь мы также рассчитываем на наших финских партнеров, у которых тоже есть эти танки. Есть ряд европейских стран, которые имеют в своем ресурсе эти танки и, я надеюсь, что союзники отдадут несколько своих танков, благодаря чему, я полагаю, можно будет сформировать хотя бы бронетанковую бригаду для Украины. Конечно, мы также рассчитываем на участие Федеративной Республики Германии, но этот процесс, вероятно, займет некоторое время. Конечно, Германия тоже должна согласиться потому, что так обычно оформляются контракты на закупку немецких танков, но процесс еще продолжается. К процессу подключается Финляндия, которая тоже чувствует и слышит российские угрозы. Президент Финляндии тоже активно способствует передаче от союзников военной техники для Украины. Мы видим на фронте и финские БТР, и ПАСИ. Финляндии не всегда, держава не всегда рассказывает, какую самую військовую помощь отправляется в Украину, однако эта помощь есть и оружие, и гуманитарная, и в суспільстве очень большая поддержка. Я думаю, что десь 90% Финляндии поддерживает на данные Украине резиномонетной допомоги. Будем ждать результатов переговоров в Давосе, а потом Рамштайн, где соберутся министры обороны стран-партнеров. И тогда посчитаем, сколько же танков дадут Украине. Крупнейшая проблема американского президента рискует перерасти в скандал. Специальный прокурор должен будет выяснить, как секретные документы попали в офис Байдена, в его дом в штате Делавер. Более десятка секретных документов каким-то образом очутились там, и сейчас представители офиса Байдена клянутся, что полученные документы были по ошибке, и президент о них ничего не знает. Я думаю, мы хотим собрать больше данных, больше информации. Это все документы. Есть еще. Я имею в виду, я знаю, что Белый дом пытался сказать, что все прояснилось в четверг. И теперь, когда мы находим больше документов, я думаю, что есть много вопросов, которые продолжают возникать, и мы хотим получить всю возможную информацию. Спасибо вам всем. Республиканцы призывают показать журнал посещений Белого дома, чтобы узнать, кто же имел доступ к этим документам. Ну а мы будем следить за всей этой историей вместе с вами. Украина освободит Крым в скором или очень скором времени. Так считает американский генерал в отставке Бен Ходжес. Принимая его объяснение, все выглядит достаточно логичным. Ну а Крым – решающая местность. Это-то, о чем эта компания. Не может быть никакой надежды на стабильность и безопасность Украины или возможность восстановить свою экономику, пока Россия сидит в Крыму. Если Россия будет сидеть в Крыму, они всегда смогут снова напасть через 2, 3, 4 года, потому что они просто будут ждать, пока мы потеряем интерес, как мы это делали в прошлом. И, конечно, они могут перекрыть все, что въезжает и выезжает из Одессы или Херсона из Крыма, или они продолжат останавливать любое движение, идущее в Азовское море. Поэтому для безопасности и стабильности Украины, а также для восстановления ее экономики необходимо, чтобы они вернули Украине контроль над Крымом, суверенной украинской территорией. Так что это означает, я думаю, что генеральный штаб сделает все возможное в ближайшие месяцы, чтобы сделать Крым непригодным для российских войск, и с помощью систем дальнобойного оружия, беспилотников и других средств они могут поразить Севастополь или должны быть способны поразить севастопольские аэродромы, склады боеприпасов и особенно две дороги, ведущие в Крым. А контрнаступать Россия пока не может, поэтому силы на подготовку контрнаступления есть у вооруженных сил Украины. В ближайшие полгода россияне смогут наносить и выполнять определенные наступательные действия только на юго-востоке страны, в районе Донбасса, плюс-минус, может быть, несколько десятков километров Луганской или Харьковской области. Но это касается, если это Харьковская область, то есть это из-под Валуек, это левый берег Оскола, Оскольского водохранилища, то есть это район Купенска, район Сватова, как-то они из-под Валуек могут попытаться выполнить наступательные действия. Это, естественно, будет полностью весь Донецкий фронт от Углидара до Лисичанска. Будут пытаться выполнять наступательные действия и с севера, в районе Бахмута, и с юга Донецка, это уже в районе Углидара. Плюс могут провести определенные наступательные действия. В России они опять при наличии сил и средств где-то в отрезке от Углидара до Гуляйполя. То есть вот в этом отрезке для того, чтобы выйти на север из этого района, выйти на север, перерезать, попытаться перерезать наши ракадные дороги, которыми питается наша Донецкая группировка. Ну а через полгода у них уже более-менее выйдет на определенное количество производства оборонпром, и уже где-то на лето они смогут уже планировать какого-то рода наступление, может быть, уже с участием мотопехотных подразделений. Украина направила ноту в МИД Беларуси. После сюжета белорусского телевидения про якобы вербовку наемников украинским депведомствам. Посол Украины в Минске Игорь Кизим написал большой пост в Фейсбук, не удержавшись от того, чтобы, цитирую, не прокомментировать очередное дно белорусской пропаганды. Конец цитаты. А вот, собственно, и дно. А вербуют солдат удачи в посольствах Украины в разных странах. Так одного без пяти минут наемника задержали в Минске. Оказалось, направили его из посольства Украины в Тбилиси к нам, а точнее в отчину украинского посла в нашей стране Игоря Кизима, чтобы он дал инструкции по вступлению в грузинские легионы и помог попасть через Беларусь, воевать в незалежной. Чем занимаются в нашей стране украинские посолы, какие обстоятельства позволили украинскому МИДу предположить, что в Беларуси возможна организация призывного пункта. Странненько и как-то совсем не дипломатично. Особенно, когда даешь одной стране пострелять по другой со своей территории. Красный Крест не имеет доступа к пленным, как к военно-пленным, так и к гражданским. Россия, как обычно, не подпускает правозащитников к своим узникам. Исправить ситуацию призывает украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Еще он призывает провести онлайн-встречу трехстороннюю между коллегами. Интересно, имеют ли хоть какой-то результат такие встречи, но будем надеяться, что да. В колонию на пять лет отправили подростка, который хотел взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт. Я не опасен для общества. Пять лет тюремного заключения – это слишком жестоко. Я раскаялся, исправился. Но это не помогло. И уедет теперь майнкрафтовый террорист в колонию. Без клавиатуры, но с мышками. Правосудие восторжествовало. В Госдуме РФ всех раскусили. Тайный план американского гегемона раскрыт. И сделал это Вячеслав Володин. Всем очевидно, что специальная военная операция решает задачи обеспечения безопасности не только России, но и всего мира. Все тайное стало явным. Украина была выбрана Вашингтоном и НАТО как плацдарм для борьбы с нашей страной с целью остановить ее развитие. Но, как оказалось, это плацдарм и для ослабления Европы. Устранение ее как сильного конкурента Соединенных Штатов Америки. Просто Европа, государство, европейского континента не до конца это еще осознали. Вашингтон, пытаясь сохранить гегемонию в мире, сделал из Украины полигон для применения НАТОвского оружия и обкатки новых способов ведения войны. Поэтому мы с вами должны осознать серьезность вызовов, повышая эффективность, в первую очередь, своей работы. Володин точно все знает о предназначении Украины. Главное, не сильно вслушиваться в его слова. Тем более, сегодня Путин подписал указ, с которым фактически отказался от прав человека внутри России. Ну, то есть, формально проект закона предполагает прекращение действия договоров с Советом Европы. Вот каких? Конвенции о защите прав человека и основных свобод, конвенции о пресечении терроризма, европейской хартии местного самоуправления и европейской социальной хартии. В Кремле, конечно, уже сказали, что никаких угроз правам человека не будет в России и что они продолжат работать. Но если продолжат работать так же, как работали раньше, то есть, фактически никак, то тогда все правда. А в самой администрации российского хозяйственника в официальном документе подтвердили то, что указ о мобилизации продолжает действовать. Не расслабляемся. Индия вот-вот обгонит Китай по численности населения. В 22-м году, впервые за 60 лет, население Китая сократилось на 850 тысяч человек по сравнению с 21-м годом. А дело все в том, что хоть в 21-м году и разрешили иметь трех детей, китайцы теперь не хотят ни одного. Но это не единственная причина. Статистику значительно подкосила пандемия и другие сюрпризы окружающего мира. Специалисты говорят, что рождаемость и дальше будет падать. Странная новость. Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин, казалось бы, кто это, предложил Азарову, Медведчуку и Януковичу создать правительство в изгнании. Правительство Украины вроде как. А Виктор Медведчук как раз по случаю недавно опубликовал статью на сайте Известий «Такую мирную, да нельзя». Чем будет заниматься это правительство, кроме того, что существовать в умах самих россиян, и какая по счету это будет попытка создать такое правительство, уже давно все сбились. Эйфелева башня засветилась лозунгами в поддержку протестующих в Иране и борющихся там за права женщин. Долгое время в стране продолжаются митинги и протесты. После смерти 22-летней Махсы Амини мы много раз говорили уже об этом и следили за протестами в Иране. Много человек, порядка сотни, приговорены к смертной казни. И вот Эйфелева башня, не сама, конечно, но решила поддержать отчаянных иранцев. Жду ваших комментариев. Спасибо, что смотрите. Не забывайте поставить лайк и подписаться, если этого еще не сделали. Это важно для нашего развития и для того, чтобы вы были в курсе. Ну а пока у меня все. До встречи и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова